По мнению российского журналиста, долгие годы Россия убеждала Армению вернуть земли Азербайджану. Армянскому народу следует понять, что капитуляция в войне не поражение нации. И это означает, что должно наступить переосмысление всех тех лет, когда общество безрассудно накачивалось ненавистью к соседям. 1 декабря 2020 года – знаменательный день в истории Нагорного Карабаха. С передачей Лачинского района, ранее оккупированного незаконными вооруженными формированиями Армении, под контроль Азербайджана, заканчивается время и самого названия «Карабахский конфликт». Карабах практически стал Азербайджаном, и это стало вехой в новой истории Закавказья. Азербайджанские войска без единого выстрела, благодаря подписанному соглашению при абсолютных гарантиях России, вошли в район, который Ереван считал, что никогда не отдаст. Как передает Азербайджан, Эйзи, об этом заявил «Взгляд». Эйзи, российский политолог и журналист Евгений Михайлов, отмечу, что я еще 7 лет назад прогнозировал, что Ереван проиграет в борьбе за оккупированные земли, и более того потеряет все, если Россия не захочет вмешаться в этот процесс. Москва вмешалась, но только с доброй волей Баку, и как миротворец, который долгое время убеждал своего исторического подопечного в том, что пора возвращать земли и договариваться о мире. Этого не произошло, и в итоге Россия просто в итоге сохранила государственность самой Армении, не в ущерб интересам дружественного Азербайджана. «Оккупация окончена», с чем я и поздравляю азербайджанский народ и его лидера Ильхама Алиева, который стал навеки для своей нации победоносным главнокомандующим и освободителем земель, отметил российский политолог. Между тем, как отмечает Е. Михайлов, армянскому народу стоит понять, что капитуляция в войне – не поражение нации. И это означает, что должно наступить переосмысление всех тех лет, когда общество безрассудно накачивалось ненавистью к соседям, которые ничего плохого Армении не сделали. Настало время для всей Армении задуматься, что делать дальше. Реванш невозможен. Статус Карабаха не подлежит обсуждению – это территория Азербайджана. Но тогда что? На мой взгляд, только выстраивание прагматичного диалога с Азербайджаном, который в итоге сможет привести к мощному экономическому росту всего региона. Но на переосмысление нужно время, и на мой взгляд, оно есть у армян. Время понять, что нельзя приводить к власти лиц, подобных Николу Пашиняну, который, несмотря на обещания своему народу, привел страну к масштабному краху в экономике и поражению в войне, которую мог и не допустить. А премьер Армении превратился в того, с кем и обещал бороться сам – в коррупционера и недальновидного диктатора. На мой взгляд, Азербайджан терпелив и поможет Армении осознать всю ошибочность прошлого исторического пути и поспособствует с другими странами приходу к власти в Армении прагматичного политика, который сможет выстроить миролюбивый диалог со своими ближайшими соседями, отметил Е. Михайлов.